Как возделывать можно не во душе? Инструментом под названием пост и молитва. Пост – это как бы уздечка, которую накидываем на свою плоть, чтобы они страстями и похотями взяла нас, не искушали, и не тянули нас в сторону или вниз от Бога. Молитва – это есть не что иное, как возможность человека научиться общению с Богом через те самые слова, которые Господь принял от все угодников Божьих. Мы читаем молитву, которая написана с этими угодниками Божьими, и понимаем, что эти слова не просто были написаны, они были приняты Господом, Господь эти слова слышит. И мы, читая их, учимся, как же нам общаться с Богом. Ведь мы не можем, придя в первый класс, сразу начать писать чеченение. Нереально. Сначала научиться буквам, слогам, словам, кто-то вставляет предложения, потом изучать текст, а потом уже мы начнем что-то составлять сами. Но пройдет время, чтобы это получилось. Так вот, для того, чтобы научиться молиться, иначе, чтобы мы сразу прям раз и начали совершенную молитву с вами совершать. Нет, надо просто это начинать когда-то делать. И потихонечку, совершая это делание, мы станем ближе к Господу, научимся обращаться к Нему так, чтобы сердце наше открывалось при этом обращении, и Господь захотел внимать нашему к Нему обращению. Что же касается плоти и крови Господня, которое превращается из хлеба и вина, медбогслужения во время их физического канона, то есть один момент, который хотелось бы тоже рассказать. В городе Лончана, в Италии, 1200 лет назад, в 8 веке, один иер-монах, православный христианин, совершал богослужение. И в прямом моменте службы к Нему пришла бесовская мысль в голову. Он подумал, а вдруг только в первые века Благодаря Божия сходила и превращала хлеб вину в тело кровь Христа. А у нас сейчас уже ничего этого и не происходит. И вот такая дьявольская мысль стала его бороть, недавал ему покой. И он и так, и сяк, пытался избавиться от Него, ничего не получалось. И он уже вот расстроен такой от того, что всё в таком вот виде у него выходит, что всё неправильно, что вера поколебалась, он усомнился, в конце богослужения берёт агнец, то бишь берёт причастие, поднимает вверх над дискосом, это последнее, что делается перед причастием, и говорит, святая святым, и чувствует у неё ощущение в руках измелья, смотрит у него в руках кусок свежего мяса. Он служит на смотре чашу, видит, что вино привело алый цвет и запах крови. Он от ужаса закричал, но это видели все церковные служители, когда прибежали другие священники, увидели то же самое, они просто все ужаснулись. А этот священник упал на колени перед крестолом, Божьим стал просить прощение у Бога за его неверие, что он усомнился, и долго-долго молил Бога о помиловании. Но так или иначе, это плоть и кровь хранятся в городе Лончана, в кафедральном соборе, в хрустальном кубке, не портясь, уже 1200 лет, когда учёные, исследовали туристскую плащаницу, часть из них, атеистов, было направлено в город Лончана, чтобы доказать для коммунистической партии, что и всего мира, что эти плоти и кровь не настоящие. Потому, что у них была задача от партии, поставлена совершенно конкретная. Они приехали в город Лончана, получили решение, чтобы провести исследование, и исследования их показали следующее. Они, когда исследовали плод, пришли к выводу, что это настоящий человеческий плод, представляется, как кусок вырисленного сердца, включая в себя анатомические структуры, эндокарда, перикарда, лево-желудочка, блуждающего нерва. Когда они исследовали кровь, они пришли к выводу, что это настоящая человеческая кровь. Четвёртая группа, та же самая группа, которая кровь найдена на туристскую плащаницу. Эта кровь по своему минеральному органическому составу абсолютно одинакова по своим показателям, даже цифрам после запятой, одинаковые они, понимаете, все, с анализами, которые получили, исследовав кровь на туристскую плащаницу. Хотя между ними ранится 800 лет. Кроме всего прочего, когда решили проявить кровь на жизнеспособность, учёные пришли к выводу, что несмотря на то, что эта кровь хранится уже 1200 лет без консервантов, она настолько свежа, что хоть сейчас готова к переливанию. Все они потом, после исследования, приняли крещение и стали христианами. Вот реальный факт, когда мы можем понимать, какой же величайший таинств дает нам Господь таинств причастия, какую величайшую являет нам милость, какое величайшую снисхождение оказывает. И как Он имеет попечение о нашем спасении с вами, чтобы мы не погибли, причем разум истинный, стали развитыми, божьими, духовными, добрыми, любящими, христианами. и дай Бог, что мы понимаем все это, действительно начали работать над собой. Понимаем, что жизнь эта земная, а такая коротенькая, все эти несколько десятилетий, это просто маленькая школа, земная школа, где мы должны учиться любить Бога, любить людей, духовной развиваться. И то, что было от рождения до этого момента, нашего собственного, уже пролетело, можно только вспомнить, то, что остался тот момент до собственной смерти, прилетит так же, мгновением одним, очень быстро, и мы с вами все время стоим на грани, в любой момент мы можем отсюда с земли уйти, вопросы, с чем мы уйдем, как уйдем, и что будем делать потом, после того, как уйдем. Ибо человек после смерти продолжает делать то в духовном плане, что он начал делать здесь на земле, еще к концу обоих, и не работал, не собирался. Ну, что надо сказать, это будет очень жалко, очень горько, горе ему, потому что тогда с Богом просто быть не сможет. Дай Бог, чтобы мы все выразумились, поняли это, и в разум истины пришли. Ну, как пишут святые отцы, как говорят старцы, и был совет наш, митрополит Сергий, причаться надо хотя бы раз в месяц для христианина, чтобы эта искра благодати Божией не гасла в нашем сердце. Молиться надо утром и вечером, посты надо соблюдать, и пост на дни среды и пятницы. И так мы будем хоть немножечко, потихонечку, становиться полноценными православными христианами. Ну, а службы желательно ходить каждую субботу, вечную, воскресенье, утром и на праздники. Аминь.